Добрый вечер. Я рада вас, что так много людей сегодня пришло. Сегодня лекция из цикла «Искусство настоящего», и я рада представить нашего лектора Дарью Пархоменко, основательницу проекта «Лаборатория Art and Science Space», куратора многочисленных проектов, связанных с проблематикой сайенс-арта, взаимодействия искусства и науки. Тему лекции вы видите на мониторе, и я думаю, что мы можем начинать. Спасибо. Всем добрый вечер. Мне очень приятно быть сегодня с вами. Спасибо Новой Голландии и Гражу, что позвали меня в мой любимый город. Мне всегда очень приятно сюда приезжать, и сегодня не просто так приехать, а поделиться с вами моим опытом, как мы работаем с технологиями вместе с художниками, как мы предвосхищаем технологическое будущее. Сегодня поговорим с вами о таких очень сложных вещах, и я поделюсь с вами нашими, собственно, скорее практикой, методами, как мы работаем, что мы делаем с этими непростыми темами. Всем прекрасного вечера, и обязательно у нас будет панель с вопросами. Я надеюсь, что у вас будет много каких-то неожиданных вопросов, и, может быть, вы сами меня натолкнете на что-то новое, потому что, опять же, сайнс-арт или искусство исследования, или научное искусство, технологическое искусство, называйте его как хотите, это все равно довольно новая область. Как же много сегодня народу, даже стульев не на всех хватает. У меня очень, не знаю, все, нет стульев больше, да? Ну, да. Итак, давайте вернемся на 20 лет назад. 97-й год. Всем известный Гарри Каспаров проигрывает Deep Blue. Deep Blue — это еще не искусственный интеллект, это просто компьютерная программа, которую обучили программисты всем суперкрутым играм, алгоритмам, чтобы можно было соревноваться с человеком. Гарри Каспаров, в общем, не совсем простой игрок. Это кто знает, как он играет, может быть, видели или слышали его стиль игры. Это очень харизматичный, очень волевой игрок, который очень часто идет ва-банк, рискует и пытается агрессивной манерой своей игры испугать противника. Испугать компьютер ему не удается. Более того, проигрыш его, вот здесь вы видите, да, его мимика, его вообще жесты, если посмотреть эту игру, это, я не знаю, как документальный, как художественный фильм. Каспаров впадает в полный ступор из-за того, что у компьютера случается баг. Во многих программах сейчас мы это называем глитч. Такой баг, который система в этой ситуации была запрограммирована на то, чтобы пойти самым нейтральным способом. Собственно, не атаковать и не защищаться, а сделать самый безопасный ход, самое безопасное движение. Именно это и вело Каспарова в полное заблуждение. Он не понял, он не мог просчитать. Гроссмейстер обычно просчитывает где-то 15 ходов или более вперед. Здесь он не мог понять, какая же стратегия у машины. Дальше он даже обвинил деблю в мошенничестве и сказал, что это был человек, и были какие-то другие стратегии, психологические атаки на него. На самом деле, конечно, ничего такого не было. Это были просто такие даже предшественники слабого искусственного интеллекта. Мы сейчас с вами все понимаем. Я не буду вам рассказывать про высокую науку. Я немножко так предполагаю, что придя на эту лекцию, вы что-то слышали про искусственный интеллект, и у нас с вами более или менее есть один и тот же словарь. Мы понимаем, что сильного искусственного интеллекта еще нет, независимо от человека. Есть слабый искусственный интеллект, который у нас в смартфонах, в автопилотах, самолетах и так далее. 20 лет назад даже того уровня слабого искусственного интеллекта не существовало. Каспаров проигрывает. Но что самое интересное для нас здесь происходит? Каспаров первое время очень сильно злится, обвиняет компанию «Диблю», но через несколько дней, когда ему нужно выйти к журналистам, все-таки нужно выйти и признаться, что произошло, он говорит, отныне я не буду соперничать с компьютерами, это невозможно. Я буду сотрудничать, будь это ИИ или что-то. Дальше мы будем сотрудничать, нет смысла соперничать. И дальше, почему я вспомнила Каспарова здесь, несколько месяцев назад я купила книгу, как раз «Путешествие в Греции», я купила книгу, где Каспаров рассказывает, как прекрасен искусственный интеллект и почему нужно с ним сотрудничать, и рассказывает свой опыт. Сейчас мы с вами находимся… Все знают, наверное, что такое точка сингулярности, в которую мы когда-либо, когда-то с вами придем, когда технологии начнут самовоспроизводить себя. Основатель, основоположник этого направления, Рэй Курцвилл говорит, что в 1945 году компьютер станет программировать, воспроизводить себя и станет полностью независимым от человека. Более того, в этот момент запустится та самая точка, где невозможно будет остановить технологический прогресс. Мы с вами должны об этом понимать, знать, потому что мы работаем с этими технологиями. Здесь мы тоже понимаем, что любые футуристические прогнозы, они довольно относительны. Все эти даты могут сдвигаться. Кто-то говорит, что это произойдет значительно раньше, чуть ли не в 2025 году. Кто-то говорит, что позже, но тем не менее, что, скорее всего, произойдет. Мы же с вами сегодня будем говорить не столько про технологии, а про то, как художники. Такие особые, чувствительные, ну, можем сказать даже, в чем-то такие люди, у которых есть особые способы предвосхищения будущего. Как они работают с теми технологиями, которые до сих пор, может быть, непонятны ни футурологам, ни даже самым прогрессивным ученым. Мне, кстати, тема, немножко дальше расскажу вам про, собственно, мой центр, лабораторию, как мы работаем, немножко про разные проекты. Забегая вперед, скажу, что мы с темой мозга работаем много лет. И, собственно, соприкоснулась я, и вышла на искусственный интеллект, не просто потому, что это такая тема, сейчас у всех на слуху. Кстати, мы с вами вот в пространстве выставки. Может быть, кто-то видел эту выставку. Здесь молодые художники, номинанты, призы тоже связаны. Правильно же эта выставка связана с искусственным интеллектом? К сожалению, ее демонтировали, я не успела ее увидеть. Но вроде бы еще несколько дней она будет. Да, будет она еще несколько дней? Вот. Собственно, много выставок про искусственный интеллект сейчас. Даже в Петербурге, вот в Эрмитаже, в Генштабе тоже была выставка с этой темой связана. А вообще скажите, здесь кто-то видел эти выставки? То есть вы, вот те, кто сегодня, мы с вами сегодня будем общаться, вы из, скорее, среды искусства или других гуманитарных областей, или, естественно, научных? Есть здесь ученые? Есть ли здесь программисты, инженеры, и ученые? Один, два, два, а все три? Признались, спасибо. А такие специалисты больше гуманитарных областей, это вот все остальные, правильно я понимаю? Там архитектура, дизайн, журналистика, философия, социология. Вот вы все дальше из этих областей. Или, может быть, бизнес, стартапы, технологический бизнес. Очень полезно сотрудничать с Сайенс Артом, всегда полезно, у нас много идей. Итак, много лет мы сотрудничаем именно с учеными, занимающимися темами, занимающимися исследованиями, извините, не темами, исследованиями в области мозга, исследования памяти, исследования сознания. Поразительно, как много ученые не знают в этой области. И тем интереснее для художников, потому что можно построить диалог. Ну, собственно, прежде чем мы с вами пойдем в какие-то увлекательные кейсы или рассмотрим такие инновационные, всякие методы, как художники работают с учеными, давайте посмотрим, что говорят адепты классики. Те, кто здесь хорошо разбирается в современном искусстве, точно знают Ханса Ульриха Обриста, один из самых известных ныне живущих кураторов, который уже является классиком. Работает с самыми великими художниками современности, начиная от Абрамовича, Кунса, Хёрста и всех, кого только вы можете вообразить. Также работает, кстати, и со студентами, с самыми такими, как называют, emerging artists. Вот, собственно, Обрист в этой статье Making the Invisible Visible Art meets AI, кстати, уже именно AI, не просто science, а именно искусственный интеллект, он пишет. Он выделяет таких три направления, как искусство может взаимодействовать с наукой. Но он, собственно, говорит, вот первое, то, что очень часто ученые ожидают от художника, и то, что я всегда сразу же содрогаюсь и боюсь, когда от нас такого ожидают. Но, тем не менее, он говорит, что вот классические направления, как искусство и наука сотрудничают. Искусство — иллюстрация возможностей технологии. Это как бы… Ну, как сказать. В общем, это очень прямолинейный взгляд. Это когда от художника скорее ожидают некоторый дизайн, иллюстрация технологий. Мы с этим не работаем. Второе направление — предсказание опасностей. Вот это более уже такое критически осмысленное направление. То есть художник, как некий такой вот агент, который предчувствует некоторые вещи, именно опасности образ здесь выделяет. Что мы, ну, как бы мы, ученые, общество, очень часто излишне оптимистично подходим к технологиям. Ну, и третий тоже очень классический взгляд на вот эти вот взаимодействия искусства и науки, в данном случае AI как технология является инструментом для художника. Ну, собственно, инструментом, или, если вам так удобнее, художественным языком, новым высказыванием. Это действительно так происходит. Это естественный уход, развитие, да, что художник применяет все более новые и новые технологии, да, то есть сейчас уже видео или там фотографии не являются новыми технологиями, а вот робототехника, собственно, нейросети, нейрон, ну, вот, собственно, AI, что такое AI, да, в данном случае? Это скорее нейросети, потому что не так много художников, которые работают с нейронными сетями инвитро, да, это скорее искусственные нейросети, deep learning, да, это машинное обучение, если сказать другими словами. Мы, я и мои коллеги в лаборатории скорее приверженцы, ну, скажем, таких, как бы мне так обреста не совсем обидеть, да, но более инновационных взглядов на то, как художник сотрудничает с учеными. Мы говорим о том, что искусство вообще, в принципе, занимается расширением возможностей взгляда на мир, да, адаптации способов видения к новому миру, в котором нам предстоит жить, на который нам уже сложно спрогнозировать. Сложно спрогнозировать, будет все дальше, сложнее и сложнее, потому что не только человеческие агенты становятся, ну, как бы, деятелями нашей с вами жизни, да. Вот, например, здесь цитата маршала Маклюина из его очень важного труда «Понимание медиа». Художник может скорректировать чувственные пропорции, прежде чем удар новой технологии парализует процедуры осознания. Здесь, собственно, вот, мне кажется, актуально очень это, сколько, больше, собственно, 60 лет назад, практически, да, Маклюин писал свой труд. Мне кажется, очень актуален и сегодня. Иными словами, если сказать проще, то художник гуманизирует новые технологии. Понятно, что такое вообще гуманизирует, да? Ну, в принципе, принято считать, что любая новая технология сперва отвергается обществом. Будь то... Сейчас, ну что у нас люди отвергали? Давайте подумаем. Отвергали люди печатные станки. Отвергали, ломали, правильно? Не нравились. Отвергали, я не знаю, ну что, телевидение вроде бы не отвергали. Железную дорогу, да? Вот здесь мы говорим про искусственный интеллект, который, как бы сейчас, мне кажется, еще общество занято, ну, по крайней мере, у нас в стране немножко другими проблемами. Очень сильно здесь никто не боится и не думает, да, что искусственный интеллект может с нами сделать. Художники, они вот такие на фронтире этих изменений, пытаются проникнуть как можно глубже и увидеть эти сценарии будущего. Собственно, вот такими сложными вещами, как прогнозированием, как включением художников в научную среду и экспериментированием с новым художественным языком, технологическим языком занимаются разнообразные сайенс-арт-институции в мире. Их не так много. Эта карта, я эту карту делала даже не, честно говоря, не к сегодняшнему дню, здесь не хватает некоторых очень важных центров. Но, тем не менее, просто для вашего такого общего ознакомления, да, у нас сегодня с вами такая общая, ну, такая галопом по Европам, да, лекция. Хочется здесь, может быть, выделить какие-то важные особые центры, ну, например, там, симбиотика в Австралии, в Перд, одна из самых важных институций, которая занимается биоартом, в принципе, в мире. Симбиотика, там, ну, давайте дальше посмотрим. Вот, арс-электроника. Скажите, вам все это известно или нормально, что я вам это рассказываю? Может быть, вы все это знаете? Не все это знаете. Хорошо, тогда я, ну, просто я думаю, вдруг здесь собрались такие поклонники сайенс-арта, которые все это знают. Собственно, в мире, да, есть определенное количество таких очень специализированных центров, к которому как раз относится лаборатория, а вот таким пионером и до сих пор считается самый главный фестиваль и одна из самых главных премий международных, всемирных премий технологического искусства, это приз арс-электроника, который происходит ежегодно в Австрии в начале сентября, первая неделя сентября всегда происходит фестиваль огромный, который захватывает целый город, город Линц, маленький город, но полностью поглощается технологическим искусством со всего мира, Китай, Япония, в том числе и Россия, кстати, слава богу, наши художники, наши кураторы все больше участвуют в этом фестивале и даже получают награды, вот несколько лет назад я была в жюри и в общем это говорит о том, что мы включены в этот процесс и это очень приятно. Здесь хочу выделить то, что, да, что-то вам не очень видно, но в номинации, которые арс-электроника выпускает, за что она дает вот эти golden nicki, это собственно гибридное искусство, гибридное искусство по-другому мы называем science art или технологическое искусство, вообще, если вы посмотрите, забьете википедию или в какие-то другие в общем энциклопедии по современному искусству или просто поисковики, вы увидите, что такого вот прям четкого определения science art до сих пор и не существует. Каждый куратор, каждая институция, художник могут называть это так или иначе. Собственно, вот на арс-электронике это называлось гибридное искусство, то есть разные, смешанные, пока не оформлены, непонятные формы современного искусства называли гибридами. А в этом году первый раз они вывели новую номинацию, которая называется Artificial Intelligence and Life Art. Это говорит о том, что уже даже такое искусство выделяется, чтобы его как можно лучше отслеживать и как можно лучше может быть даже продвигать, помогать этому искусству появляться. Значит, художникам с этими новыми художественными средствами все больше делать работ. Следующий центр тоже на этой карте, один из самых важных музеев технологического искусства в мире ZKM Karlsruhe, Германия. Тоже маленький город, в котором огромный музей занимает в этом городе наверное такое центрирующее по содержанию значения. В нем тоже происходит очень много конференций, симпозиумов посвященных этой тематике, в том числе недавно я принимала участие в конференции именно по искусственному интеллекту и искусству в этом музее. Много публикаций выпускаются. Если вам это будет интересно, обязательно посмотрите эти все музеи, сайты. Я это рассказываю для того, чтобы у вас было куда потом посмотреть и что изучить дополнительно. Одна из уникальных новых, не сказала, что ZKM с 89-го года, 30 лет в этом году. Очень молодая институция SensiLab находится в Австралии при университете Монаш. Почему здесь я ее вам показываю? Потому что собственно их ключевым направлением является творческий искусственный интеллект. Если вы зайдете на их сайт, это потрясающе. Там у них такой манифест, в котором они говорят мы, хакеры, поэты, дизайнеры, художники, ученые, инженеры объединились для того, чтобы вместе создавать прототипы, я так своими словами, прототипы творческого искусственного интеллекта. Основателя этого центра я очень хорошо знаю, это художник и программист. Программист неправильно говорить, он инженер, в общем, программист, если по-простому, программист. Собственно, здесь цитата, если вы видите, что они пытаются сделать, они говорят, пытаются создать ту ситуацию, когда компьютер может наравне с художником создавать какие-то, я побоюсь сказать, что искусство, что-то создавать и в том числе быть даже критиком художника. Вот такие вот ситуации. Ну и лаборатория Art and Science, это центр в Москве с 2008 года. Мы занимаемся, собственно, самая главная наша фишка заключается не только в том, что мы показываем вот это искусство, то есть, мне кажется, показать это в данном случае может быть гораздо проще, чем создать. Мы создаем новые технологические проекты, и мы являемся в некотором смысле продакшеном этих проектов, создаем условия, находим инженеров, программистов, нейроученых, но прежде этого мы вместе с художниками и учеными создаем эти идеи. То есть очень важно, мне кажется, что такое искусство, оно появляется не просто так, и художнику не всегда легко попасть самому в какую-то очень интересную ситуацию лаборатории, где бы он мог создать... Собственно, мы специализируемся на ситуациях сотрудничества, создаем вот эту экосистему, где художник вместе с ученым могут вместе создавать новую работу. покажу вам дальше, как это происходит. Ну вот за эти годы мы 11 лет уже в июле нам исполнилось этому центру. Ну да, кроме выставок делаем платформы, симпозиумы, конференции и так далее. И в общем полный комплекс всего, что касается технологического искусства. если вам интересно, с какими темами мы работали до искусственного интеллекта, до разных тем с нейронауками. квантовая физика, работы, которые мы продюсировали для квантовой запутанности выставки, выставки, связанные с синтетической биологией, с астрофизикой, с нанотехнологиями. Боже упаси, да, ну это просто было давно, в 2008 году, когда еще нанотехнологии были более загадочными, чем сейчас. С изменениями климата, например, тоже работали с очень многими разными темами. И немножко хочу вам рассказать про то, как в лаборатории создается вот эта экосистема, эта ситуация, в которой художник начинает сотрудничать с ученым, и почему это происходит, как это происходит. внедрение, так называется, один из наших ключевых методов. И здесь вы видите одну из фотографий с одной из сессий. Может быть, кто-то знает. Здесь Константин Анохин, один из самых известных нейробиологов, Михаил Бурцев, художники, Ира Корина, Ростанта Васиев, Сергей Шутов. Вот это были участники того проекта внедрения в 2012 году. Схема. Схема такая общая схема методологическая, она подходит и к методу внедрения, и к некоторым другим методам, которыми мы располагаем, чтобы создавать вот эту ситуацию междисциплинарного сотрудничества. На этой схеме, я надеюсь, что вам видно, даже вам видно на дальних рядах или на первых рядах. Кому-то видно, что здесь написано? Ничего не видно? Ну, я поясню, поясню. Значит, здесь есть четыре главных участника, агента. Ой, здесь еще и съехала. Ну, в общем, есть ученые, художники, лаборатория, на месте которой может быть любой другой центр или институция, или, собственно, просто единоличный куратор. Здесь находятся технические специалисты или инженеры, а также могут быть технологические компании, кстати. Что происходит? Между всеми этими участниками, между четырьмя участниками, есть обязательные синхронные отношения, обмены. это говорит о том, что не только художник, как очень часто почему-то принято, или только ученый, кто является здесь в данном случае инициатором, получает все, так скажем, блага этого обмена. На самом деле, очень, то есть, вот моя задача как куратора заключается в том, чтобы создать как можно максимально симметричные отношения в этих сайенс-арт коммуникациях. Итак, смотрите, что происходит. Художник критически осмысляет, например, новые технологии и стрелка к ученым. Ученые же дают объективные знания, то есть, те знания, которых может быть недостаточно, не знаю, в статьях профессиональных, или в статьях на Википедиях, в каких-то, не знаю, очень важных книгах, учебниках или публичных лекциях. То есть, здесь очень важно, что это такая, ну, как бы реальная ситуация включения в актуальную науку, ну, зачастую в наших, по крайней мере, проектов, это в лабораториях происходит. Художник дает лаборатории, ну, дает лаборатории или куратору масштабные идеи для реализации в том числе выставки, да, и других, не только выставочных, да, проектов. Лаборатория, ну, собственно, поддерживает, да, это кураторская поддержка, которая заключается во всем, что вы можете только представить, что делает куратор. инженеры или технологи, читайте внутри, в скобочках, там, программисты, робототехники и так далее, что же они делают? Они дают, собственно, художнику новый художественный язык, да, то есть они являются теми самыми, кто обучает нейронные сети, да, теми самыми людьми, которые, я не знаю, там, паяют микросхемы, а дальше подсоединяют какие-то датчики, ну, собственно, создают вот этот самый проект. Иногда, на самом деле, ученые и инженеры, они могут представить перед нами в одном лице, но это происходит, на самом деле, в наших проектах не так часто, то есть обычно проект начинается с того, что художник именно с ученым начинает обсуждать какую-то ситуацию, а дальше ученые, например, дают своих лаборантов, ну, каких-то студентов, да, или там компанию, с которой они сотрудничают, и те уже воплощают эту идею практически. Ну, например, что же такого хорошего дает художник вот этой технологической компании, да, или, вот, например, один из последних проектов, который я вам буду показывать дальше, «Демоны в машине», у нас партнер был лаборатория Касперского, да, там они нам помогали и программировать, и какие-то свои программные продукты давали, и данные о киберпреступности в интернете делились с художниками, чтобы те в своих работах использовали. Ну, в общем, там очень было на разных уровнях сотрудничество, ну, например, да, а ученые, которые все это поддерживали, эту платформу, это были, ну, как бы, другие люди, да, скорее такие проблематики, мыслители, критики, да, которые выступали немножко с другой стороны этой ситуации. Ну, собственно, какой обмен между учеными и инженерами здесь происходит? Ну, вот, ученые здесь в данном случае дают актуальные проблемы, а инженеры, технологи, вот эта компания внедряют инновации. Такое любимое слово их инновации. Ну, и, собственно, вот от всей этой ситуации, может быть, я не все здесь прокомментировала, ну, вот, кстати, очень частый вопрос постоянно меня спрашивают, говорят, Даша, а вот ученым-то вы зачем? Ну, художникам, понятно, вы нужны, а вот ученые, вот что они вообще, почему они соглашаются с вами сотрудничать, часами сидеть, помогать и с художниками куда-то ходить, принимать? Ну, собственно, хороший это вопрос. Ну, ученые, на самом деле, в первую очередь, что от нас ожидают? Они ожидают, вот там написано, популяризацию науки, потому что для них, ну, поймите правильно, тоже мы не политехнический музей, да, мы не, естественно, для нас это не является самоцелью, но это такой самый естественный побочный эффект, который получается от, в любом случае, ситуации научно-художественного взаимодействия, потому что, когда художник по-любому в своем произведении использует тему, будь то, там, не знаю, квантовых технологий, какой-то биологии, неважно, да, то есть, если он эту тему проблематизирует, это все равно так или иначе является популяризацией темы, с которой работают ученые. Другое дело, если он это исследование пытается как-то критиковать, то, конечно, эта популяризация немножко с другим таким акцентом получается, но обычно как раз в мою работу входит очень такое подробное ознакомление ученого со всеми эффектами, которые влекут за собой сотрудничество с художником. Обычно это всегда очень позитивное сотрудничество, если устанавливается правильный такой вот человеческий в том числе контакт, потому что на самом деле, признаюсь вам честно, сайенс-арт фабрику очень сложно сделать. Это до сих пор очень такие точечные, очень персональные проекты, где художник сотрудничает именно с этим ученым, и получается гениальный проект. Другой художник с этим ученым не может никак даже в контакт нормальный войти. То есть это до сих пор такие очень волшебные коммуникации, именно такие определенные ситуации. Популяризация науки. Конечно же, популяризация науки это самый первый, самый примитивный слой, который ученые могут ожидать от таких научно-художественных проектов. Для них это часто смелый эксперимент, проверка идей, которую, может быть, они бы так в своем сообществе, в своей ситуации лабораторной никогда бы не сделали. Давайте дальше на примерах вам что-то расскажу. Хотела бы вам рассказать один из наших таких, ну, может быть, один из самых красивых в таком рассказе популярных примеров, как из обычного, в смысле, не обычного, довольно гениального, но обычного произведения искусства в смысле не технологически, технологически оснащенного перформанса. Марина Абрамович, мы создали другую версию уже перформанса, которая была технологически оснащена и может быть как раз интересным примером технологического искусства. Все знают этот перформанс, правильно? Ну, Марина Абрамович, я думаю, знают все. Это ее перформанс в присутствии художника, 2010 год, Момо, Нью-Йорк. Напомню, художница сидит напротив посетителей три месяца. Это ее персональная выставка, и внутри персональной выставки один ее собственный перформанс, в котором художница отдает все свое внимание, ее присутствие и является произведением искусства. Восемь часов, не вставая с этого стула, Марина смотрит посетителям в глаза. Смотрит посетителям в глаза столько, сколько посетителя захочет, пока он не встанет и не уйдет. Следующая, другая ситуация, удивительная, заключается в том, что люди во время того, как сидят и смотрят художницы в глаза, переживают разные необычные состояния. Катарсич, похожие на катарсис. Собственно, это не только один, два, три, четыре, пять посетителей. Множество посетителей выставки оставляли какие-то невероятные отзывы о том, что они поняли смысл своей жизни, что их жизнь улучшилась, что они пережили нечто, и им стало гораздо легче. Они излечились от некоторых даже своих каких-то психотравм. В общем, как вы можете предположить, этим перформансом заинтересовались кто? Помогите мне, пожалуйста. Кто заинтересовался, кроме художественного сообщества? Врачи, а больше не слышу. Нейробиологи, психологи и даже психотерапевты. И кто там психо... Ну, в общем, те, кто с психо-психо работает темами разными, серьезными. Они вышли на Марину, и они сказали, собственно, что ваше произведение, оно относится не только, видимо, к сфере перформанса или к сфере искусства. Оно уже выходит за границей. И оно интересно в том числе нам, как вот ваша такая медитативная практика влияет на людей. Вот эта невербальная коммуникация, взгляд-взгляд, что-то там такое происходит. И как раз в то время Марина была в Москве, посетила нашу лабораторию. Тогда мы находились в переулке Обуха. И мы как раз вот тогда уже работали много с Курчатовским институтом. Она увидела наше исследование и пригласила меня курировать эту ее новую работу. Вот, собственно, это кадры из центра Watermill под Нью-Йорком, где вы видите... Ну, вот уже, может быть, здесь тоже не очень хорошо это видно, да? Вот на голове смотрящих такие электроэнцефалографы. Очень примитивные мотивы, которые сейчас можно купить практически в любом, не знаю, каком-то более-менее специализированном на этой теме магазине. В общем, в этом центре Watermill мы обсуждали вместе с нейроучеными, ну, вот как раз с теми психологами, которые к ней обратились, о том, какая же технология может нам помочь хоть как-то заглянуть в процессы вот этого химические, скажем так, да, или в процессы, которые происходят в мозге этого перформанса. Или в данном случае уже не перформанса, а эксперимента. Кстати, именно в гараже в 2011 году прошла премьера этого перформанса. Была большая ретроспектива Марины Абрамовича в Москве, еще в старом здании в гараже, в Бахметьевские гаражи, до Парка Горького находилась. Там мы воссоздали вот такую комнату. Видите, такой специальный лабораторный зеленый-серый цвет стен. Над людьми, которые смотрят друг другу в глаза, в данном случае установлены экраны. На каждом экране модель мозга, отвечающая смотрящему. В тот момент, когда происходит синхронизация, а именно активность мозга в определенных участках соответствует этой же активности мозга в этих же участках мозга смотрящего, возникают вот эти вот волны, вот эти вот соединяющие волны. Это та самая долгожданная реакция, которую ждали ученые. То есть происходит синхронизация активности мозга. Собственно, гипотеза Абрамовича заключалась в том, что когда мы смотрим друг другу в глаза, возникает... В общем, там очень все сложно. Сейчас я вам расскажу. Вот был дальше такой вот эксперимент, потому что в гараже три месяца шла рестроспектива. Также очень честно, как обычно, Science Art — очень честное искусство. То есть не просто так что-то не называется. Если мы говорим, что собираем данные, то на самом деле мы собираем данные. Даже если они являются мусором в данном случае, мы их собираем, передаем ученым. Ученые потом говорят, что вы собрали. Там столько шума было, столько неправильного света, что вся активность мозга вместо этих волн, синхронности или вообще просто волн, мы все время видим, как мозг влияет на внешние обстоятельства. Например, сейчас там дверь хлопнула, кто-то вошел. Наша с вами активность мозга изменилась. И это не значит, что она изменилась от того, что вдруг у вас какая-то идея родилась или какой-то импульс внутренний. А просто шум повлиял на активность мозга. Поэтому, чтобы провести такой эксперимент в чистых условиях, мы проводили несколько чистых экспериментов, в том числе с Абрамовича после симпозиума, уже через год, когда она прилетела. Ну да, и здесь наши ученые из МГУ сказали, что мы не будем использовать эмотивы, эти игрушки. Мы возьмем очень серьезное оборудование. Здесь 60 электродов на мне и на Марине. Очень такое отечественное производство шапочки. Сильно давящие на мозг. Но нет, кроме шуток, шуток действительно, чтобы понять что-то, нужна очень чистая ситуация эксперимента. Потому что ситуация заключалась в том, что здесь, в Отрмеле, ученые очень просили, чтобы мы все-таки проверили что-то, чтобы Маринин эксперимент перешел в какую-то другую стадию. Это был просто такой, ну скажем, не знаю, запрос. Ну, никакого какого-то специального финансирования на эксперимент научный выделено не было. Просто была поставлена некая ситуация общего такого интереса и взаимодействия. И так как Маринина ретроспектива должна была состояться в Москве, то вот, собственно, на нас в Москве и возложили анализ данных и вообще вот всю эту ситуацию. Да, вот так вот. Непросто было. Но я думаю, что в некотором смысле мы справились. Хотя, конечно же, какие-то серьезные научные выводы сказать после этого эксперимента все равно очень сложно. Для того, кому это интересен, этот эксперимент, вы можете посмотреть на наших роликах. Сейчас, как мне убрать здесь звук. Да, есть некоторые видеоролики, на которых можно... Техника нет, да, чтобы выключить звук. Сложно, да, выключить звук. Здесь, видите, мы, чтобы нейтрализовать вот этот эффект смотрения, то есть мы проверяли, смотреть себе в глаза, будет ли подобная реакция, будут ли некоторые скачки, синхронизации или не будут. Потом смотрели не только себе, друг другу в глаза, но и друг другу через зеркало в глаза. То есть разные такие хитрости были использованы. Вот это как раз наша команда из МГУ. Мне кажется, если кому это отдельно интересно, вы можете посмотреть. И в середине ролика там есть интервью с Мариной, которая рассказывает, что же такое происходит для нее во время этой коммуникации глаза в глаза. И где-то последняя часть интервью, она с Александром Яковлевичем Капланом, который вот у нас был главный ученый в этом эксперименте, где он рассказывает, собственно, выводы. Вам могу в двух словах сказать, какой был вывод. Вывод был следующий. Вывод был следующий, что на самом деле действительно после 12 минуты в среднем начинает происходить вот эта синхронизация активности мозга смотрящих. И заключается она в том, что один из смотрящих вступает в некоторую такую активную фазу, активность, а второй — пассивность. Ну или по-другому, если сказать, в общем, один подстраивает под себя ритмы другого. Один начинает доминировать, а второй подстраиваться под это. И действительно вот эта активность мозга синхронизируется. Но, да-да, вижу вашу руку, сейчас секунду договорю. Важна еще некоторая такая вот вещь, чтобы вы тоже поняли, что для Марины, для тех, кто не будет смотреть долго это интервью, это оно не долгое, ролик вообще 16 минут, для вас хочу сказать, что Марина вообще говорит, что для нее не важен человек, который сидит напротив нее. что здесь глаза другого являются пещерой или зеркалом, в которое вы ныряете и растворяетесь там. То есть для вас это, ну как бы вот такая скорее очень сильная медитация, в которой, ну да, ваш вопрос. Погромче только постарайтесь. Ну вообще там вот как раз ученый в интервью и говорит, что в основном Марина синхронизировалась. Ну как бы мне было сложнее, видимо, раствориться, что ли, потому что она как суперопытный медитатор просто ныряла в этот канал и растворялась моментально. Ну вот здесь у меня было ощущение, что мне каждый раз, я и в процессе подготовки вообще всей выставки, да, и, ну, соответственно, в Москве, когда шел перформанс, и вот это было через год во время симпозиума, много раз я в этой практике участвовала, и каждый раз у меня был прилив сил и некая даже эйфория после этой сессии. То есть, причем тоже независимо от того, с кем ты сидишь. Ну, конечно, там с Мариной наверняка вы понимаете, что это, да, вот этот особенный человек, конечно, как-то кажется. На самом деле неважно с кем, просто это настолько сильное успокоение мозга, все, что, ну, представьте, вы там в данном случае по 30 минут, там сколько раз мы себе, пять раз сидели, но в этот момент вы не двигаетесь вообще, не моргаете, вы просто растворяетесь. Не знаю, кто из вас медитирует, да, но мне вот обычно в медитации сложно сидеть, не шелохнувшись, не моргнув головой. А здесь, когда ты с другим человеком сидишь, ну, здесь действительно вот такой критерий твоей медитации еще более строгий. Причем другой человек в твоих глазах еще видит, если ты очень много думаешь. Даже Марина меня за это ругала. Она говорила, что я вижу твои мысли, прекрати думать. Ну, такая медитация, понимаете? Перформанс, медитация. А в данном случае технологический перформанс. Там еще был вопрос, или мы дальше идем? Да. Еще раз от маятников. Вот я не слышу. Поясните, пожалуйста, чтобы мы правильно вас поняли. Могу. Спасибо. Спасибо. Чем это является? Вы видите, ну, честно говоря, не знаю. Давайте это во время вопросов с вами обсудим. Я просто сейчас посмотрела, честно говоря, что у нас прошёл час, а я ещё до середины лекции не дошла. До той самой, которая про искусственный интеллект. Это в полной тишине. Вот этот эксперимент, который мы уже старались воспроизвести в чистых условиях, обязательно в полной тишине по всем методикам, которые говорили нам учёные. Например, даже вот этот вот, не знаю, для вас важно-неважно, но для учёных это было самое важное, что вот этот аппарат, в один аппарат пишутся ритмы, в данном случае мои и Марины, а не два разных устройства, потому что два разных устройства не могли синхронизировать так, что они включаются в одну и ту же секунду. Ну, в общем, там вот здесь не было ни шума, даже, честно говоря, мы фотограф один-единственный, который был, мы его просили как можно меньше фотографировать, никого не позвали, чтобы никто не чихал, не дышал, не ходил. В общем, вот такой вот эксперимент был. Давайте дальше посмотрим. Да, я быстро вам хотела, простите, показать вот здесь схему. Схема, метод транспонирования. Вот как раз я вам рассказывала, да, что вот в МОМА был такой, ну, как бы, перформанс в чистом виде, да, вот перформанс произведения современного искусства. Дальше транспонирование, да, изменение вот в этом месте произошло в лаборатории, технологическое такое оснащение. И перформанс уже вот из X, он превратился в такой X-штрих, видоизмененный, вроде бы тот же самый, но уже оснащенный совершенно другими технологиями. И вот как раз тут у нас сожрались картинки почему-то. В Политехническом музее ровно через год после выставки в гараже мы провели симпозиум, такой даже перформанс-симпозиум, где Марина обсуждала с учеными, и не только Марина обсуждала с учеными, разные художники выступали с учеными, обсуждали самые-самые важные остроугольные темы, касающиеся мозга. И здесь для меня тоже было очень важно, то есть вот как вам на схеме вот этой я показывала, что результатами вообще science-art взаимодействий являются не только произведения искусства, не только выставки, но также для ученых это являются совершенно новые, очень часто такие смелые эксперименты, проверка тех гипотез, которые они, ну скажем, в своих исследованиях научных, к сожалению, не всегда у них есть время и даже мотивация, потому что этот эксперимент может быть настолько не… ну как бы его вряд ли можно повторить. Если его нельзя повторить, его нельзя опубликовать. Но может быть вот те ученые, инженеры, кто здесь сидит, они меня очень хорошо понимают, о чем я говорю. Но в данном случае вот этой вот science-art ситуации, такого проекта научно-художественного, они могут реализовать свои гипотезы, которые очень часто могут их натолкнуть дальше на новые смелые решения. Ну, здесь очень часто результатами являются и симпозиумы, и публикации, и, собственно, некоторые практические, да, прототипы реализации. И что же дальше мы хотим с вами обсудить? Я хотела вам показать вот ту самую выставку, которую мы в прошлом году вместе с московским МОМО, Музеем современного искусства, реализовали. Эта выставка была именно, ну, как бы, так или иначе, да, очень сложно сказать, что она была прям полностью про искусственный интеллект, но то, что мы могли с художниками, то, что касалось искусственного интеллекта, мы в ней пытались отобразить. Называется она «Diamonds in the Machine», «Демоны в машине», «Даймон», «Демон», именно вот такого написания. Смотрите, когда я начала делать выставку, какая была вообще у меня идея и концепция? Здесь три определения понятия «демон», ну, вот именно такой вот «даймон». Ну, значит, все знают, что демоны, на самом деле определений гораздо больше. Здесь я вам только вот эти три основных показываю. То, что мы с вами знаем, что это некоторые сверхъестественные существа. Они могут быть как ангелы, да, позитивные, и как некоторые злые духи, демоны, да, там какие-то, которые нас с вами совращают в разные грехи, да, ну, такая некоторая религиозная отсылка, может быть, демоны. Следующее – это древнегреческое философское понятие, означающее внутренний голос, собственно, сродни римскому понятию «гений», да, вот такой демон-гений. И третье понятие, которое мне очень понравилось и натолкнуло меня на то, что вот мы и будем говорить про демонов в машине, что «даймонд», это также называется компьютерная программа, которая, ну, как бы автономно от человека существует. Наверняка многие из вас получали в переписках такое письмо «Mail Diamond». Получали? Не дошло письмо. Где-то потерялось, да, где-то в сети. Это же никто вам его не отправил. Это он такой демон сети вам написал, что, ну, там, может быть, не существует этот адрес, где-то оно потеряно. Вот демон вам послал это письмо. Меня очень поразило, когда мы начали работать с лабораторией Касперского, они вообще-таки были в шоке. Да, 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 вот у нас эти демоны, их много. И тогда я подумала, что, ну, вот эти демоны, это и есть в некотором смысле искусственный интеллект будущего. Собственно, этот демон – это такой вот неподвластный нам с вами в чём-то, да, немножко неподвластный, неподвластная сущность. Вот искусственный интеллект. Он может нам помочь, а может и навредить. Что мы об этом знаем? Очень интересно, что вот моя китайская коллега Айрис вот в своей работе писала, очень интересно у неё было исследование о том, как София и Алекса смеются. Говорят, ну, в общем, знаете, да, там, Сири, Алекса, София. Сейчас не будем долго в это, кто просто знает, тот поймёт, что вот эти вот некоторые помощники, да, которые у нас могут быть в телефоне или специальной станции, был какой-то прецедент год назад о том, что они начали ехидно смеяться в тех местах, когда их даже не спрашивали. Вот так, например, говоришь, «Сири, какая погода?» А она так «хи-хи-хи». Или там вот вы в интернете можете посмотреть, как она ужасно смеётся. То есть у неё такой вот стёбный смех. И люди начали пугаться. Они сказали, почему моя там вот программа начинает мне вместо ответа не в попад смеяться? Это кто там такой, да, вот как Гарри Каспаров говорит? Почему машина пошла так, как я не могу просчитать? Я её не понимаю. Да, глич всегда понимается, как некоторая такая вот… Ну, программа дала в сбой. Ну, она не знает, что ответить. Там какая-то, в общем, пауза. Она смеётся в этот момент. Ну, наверное, там программист написал. Стесняешься, да, засмейся. Не знаешь, как бы глупишь, давай посмеёмся. В общем, здесь, да, интересно, вот что как бы мы с вами-то на самом деле очень много этого искусственного интеллекта, который уже сейчас существует там вот в каких-то, да, процессах. Мы его с вами не видим. Не видим. На выставке «Демоны в машине» наша выставка была разбита на три секции. Разбито как-то ужасно звучит. В общем, три секции, три разных направления я выделила на этой выставке. Первое — техноценозы. Вот такие техноценозы. Был такой основоположник этого направления. Борис Кудрин, наш с вами соотечественник, в 60-м году, он выделил это направление и сказал, что вот есть как наподобие биоценоза, есть и техноценоз. Да, вот такие некоторые технологические сущности, которые создают свою собственную экосистему, в ней варятся, и в данном случае этим техноценозом никакой человек и не нужен. Давайте я вам сразу покажу вот эту работу уже известного художника. Мне интересно, знаете ли вы его здесь? В общем, Дмитрий Морозов, он же в Тол. Знаете такого? Вот, я как раз хотела узнать, знаете ли вы это? Да, он вот в этом, здесь его работа, она, правда, вот выключена, находится в замороженном, неживом состоянии. Да? Ну, давайте потом, после лекции, включим ее. Для этой выставки он создал такое произведение Digital Umbilical. Я его называю попроще цифровая пуповина или кибермама. Кибермама. Здесь вот, смотрите, тамагочи. Вот такая колонна, в нее встроены четыре тамагочи. Тамагочи раньше были очень популярны, сейчас уже какая-то дань прошлому. Ну, смысл такой, что это некоторые такие существа, все знают, я не буду пояснить, что такое тамагочи. Смысл в том, что здесь о томагочи заботится не человек, не ребенок, да, или кто-то там, в общем, кто бы мог заботиться, а заботится сама программа, написанная художником. И это не чеки, на самом деле, это просто такой архив, все, что происходит, все, что делает кибермама, например, первого зверя покормила. Тут же пишет, время покормила первого. Там, уложила спать второго. Там, сделали противовирусную инъекцию третьему, да, или что там, помыли, постирали, уложили и так далее. Смысл в том, что эта кибермама заботится о своих подопечных идеально. Никогда, ни на секунду она не опоздает, ни при каком, ну, может быть, конечно, тоже баг или глич, да, и что-нибудь произойдет не так. Но все происходило прекрасно, и вот эта вот работа, мне кажется, одно из идеальных отображений техноциноза. Что такое техноциноз? Кстати, работу взяли в постоянную экспозицию арселектроники. Вот эта работа Джона Маккормака, «Рой, строящий ниши». Боже мой, как это по-английски, по-русски. В общем, «Рой роботов, строящих ниши» так называется по-русски эта работа. Это небольшие такие роботы, в которые встроены маркеры-карандаши. Что же они делают? На самом деле в них встроена написана очень такая изящная программа. Они существуют, живут, до тех пор, а живут, они всегда рисуют полотно вот в этих пределах до тех пор, пока их траектории не пересекутся. Когда их траектории пересекаются, они начинают понимать, что их задача выполнена, и их эволюция в данном промежутке времени в этом этапе закончена. Здесь как раз очень интересно, что художник пытается создать автономную от себя систему. Конечно, здесь нет никакого, пожалуйста, не думайте, претензий на то, что у нас на стенах, это, я не знаю, что там, какой-то новый стиль живописи или чего-то другого, здесь самое главное это концепт, то есть то, как действуют эти разные агенты, рисовальщики, что с ними происходит. И действительно ни одного повторяющегося рисунка не было за время выставки. Каждый день мы вывешивали на стены Мома новый рисунок. Работа Дмитрия Коварги, поглотитель концептов. Здесь Коваргав его привычные медиа, это полимерная, абстрактная, роботизированная скульптура. В данном случае она работает за счет того, что в этот объект, черный ящик, встраивается философский текст. Там читает его камера. Камера читает текст, распознает текст, и программа ну собственно нейросеть в данном случае реагирует на текст своими эмоциями, вшитыми в эту программу. То есть движется. Это вот эти все, к сожалению, извините, у меня здесь вот в этом проекте нет видео, но у меня есть ссылка на всю выставку, где вы можете посмотреть видеодокументацию. То есть вся программа начинает оживать, и вся инсталляция оживает, двигается, и даже когда максимальные эмоциональные моменты, например, нравится какое-то произведение, там, кстати, очень интересная разница, например, сейчас, по-моему, Хайдеггер ужасно не нравится этой инсталляции, она практически не шевелится. По каким причинам? Ну, анализ текста, то есть анализ текста, по-моему, на Малевича как раз очень хорошо реагировало и очень много выплевывало синего-красного. Ну, такие реакции. Автоэволюция. Следующий раздел выставки. То есть выставки, вот эти произведения, ну, как часто, это целая история, да, зритель заходит на выставку, и для него раскрывается та или иная история. Автоэволюция. Один, Рози Брайдотти, это философ, один из таких важных в направлении постгуманизма, говорит, что Зое присуща жизнь, витальная природа, витальная жизнь, присуща не только живым объектам, но в том числе и вот таким технологическим неживым сущностям. Из этого, исходя несколько работ на этой выставке, которые посвящены именно этому пониманию жизни. Вот французская художница Жустина Мар сняла перформанс. Да, наверное, когда будут вопросы, я вам включу все-таки видео, оно у меня не прямо вот здесь, оно чуть дальше у меня где-то зарыто. это японский перформансист, танцор Мираю Марияма и робот. Они в танце, в некотором перформансе, собственно, робот выходит на сцену и не знает ни одного движения, танцор взаимодействует с ним, понимает, какие движения доступны роботу, и дальше они уже выступают в такой совместный танец. Автоэволюция, да, то есть автоэволюция говорит о том, что вот эти разные технологические сущности уподобляются довольно таким ну человеческим функциям и начинают развиваться. Вот, кстати, питерский художник Егор Крафт, наверняка тоже многие из вас его знают, слышали, тоже принимал участие в нашей выставке. Content-Aware Studies, вот так вот прям по-английски называется его работа, но просто ее не переводить, вот так, рельеф, рельеф, утраченные фрагменты которого восстановила нейросеть, то есть нейросеть обучалась на многих примерах рельефов этой же эпохи и восстановила, но восстановила в общем довольно она курьезно, она дорисовала по-моему какую-то несуществующую ногу, в общем, как-то смешно восстановила, но смысл в том, что вот нейросеть в данном случае она еще и восстанавливает, да, некоторым таким медиа-археологом, робот танцует, а здесь была в самом начале тоже две нейросети британского турецко-британского художника Мема Актона и эти нейросети учились распознавать всех зрителей, которые заходили к нам и предсказывать их движение. И в общем здесь эта работа называлась Learning to see You are what you see это справа и Learning to see Hello World вот это слева. Если вам интересно, пожалуйста, я сейчас не успею просто про все проекты рассказать. Это все есть в нашей тоже видеодокументации, подробно есть про все работы, можно там прочитать. Отдельным разделом выставки являлся вот такой методологический раздел, методический, где как раз были разные схемы, которые я вам уже показывала, как раз экраны с документацией, видеодокументациями и встречи, конференции. И, кстати, вот здесь даже стол с прототипами новых работ студентов, студенты свободных мастерских МОМО. Третья группа. Эта группа работ, на мой взгляд, одна из самых таких загадочных. Многие художники именно через миф хотят понятие искусственный интеллект. Например, наша российская группа «Куда бегут собаки?» Может быть, знаете эту группу, они из Екатеринбурга. На самом деле очень важная в технологическом искусстве такая единица очень смыслообразующая. Они работают и создают проекты точно уж и по смыслу и уровню продакшена, не отставая от самых продвинутых каких-то немецких, не знаю, каких угодно западных коллективов. Здесь они сделали вот такую работу трехчастную послезавтра. Это все одна инсталляция, три части. Сейчас я постараюсь вам вкратце про нее рассказать. Очень замысловато сложная работа, что в двух словах и не расскажешь. В общем, к мифу художники обращаются к мифу Данте Алигери «Божественная комедия». Здесь вы видите три электросхемы, ну, одна, три части электросхемы. Как вы думаете, чему они соответствуют? Есть у вас догадки? Вот, совершенно верно. Вот видите, здорово. Кстати, у нас было много детей на выставке. Я была в шоке, как дети. Я сначала отказалась читать экскурсии для детей. Я говорю, ну как, дети семи лет ничего не поймут. Я вышла в ужасе, думая, что вообще сейчас я буду непонятно, что делать. Дети семи, восьми, девяти лет понимали, что такое майнинг, что такое электросхема и вообще были в восторге. Это говорит о том, что да, искусственный интеллект будет с достойными, мне кажется, представителями уже сотрудничать. Итак, действительно, ад, чистилище, рай. Художники перевели тексты в электросхемы. Эта электросхема, она не просто там висит, она по всем законам и вопреки законам электрических схем и физики работает. И, собственно, каждому символу художники придали определенные значения. светятся, трещат, зажигаются, гаснут, полыхают вот эти схемы. Схемы также передают сигналы во вторую часть инсталляции. Это вот такие деревянные, покрашенные в золото экраны, которые художники называют карго-культ интернета. Они говорят, что в будущем интернета не будет. Ну, как бы произойдет некий апокалипсис, взрыв, интернета не будет, и люди будут ходить, находить какие-то обломки мобильных телефонов, компьютеров и только подозревать о том, что когда-то был интернет. И вот на этих некоторых обломках чего-либо они будут видеть некоторые послания. Собственно, эти послания им посылаются из божественной комедии. Вот вы видите зрителей на нашей выставке, они подходят к экрану, с другой стороны экрана есть кнопка, они нажимают кнопку и получают некое послание из божественной комедии. Дальше, когда они нажимают кнопку, в третьей части инсталляции у нас живут в брудере цыплята. Цыплята это некоторые такие биотвары, как говорят художники, которые остались в живых после апокалипсиса. И они вот, когда зрители нажимают кнопку, они получают корм. Корм получают обычно на эту реакцию, кроме того, что они его поедают, они начинают пищать от восторга. А когда они пищат, звук переводится в блокчейн ключи. Вот здесь, собственно, стоит такой компьютер, экран, который каждый уникальный писк, то есть писк вообще никогда не повторяется, между прочим. Никогда цыпленок не пропищит так, как он пищал до этого. Поэтому, собственно, писк можно закодировать в уникальный ключ. Вот так вот. Ну, действительно, очень мудрено, но, если вам интересно, можно об этом и прочитать, и дальше посмотреть. Собственно, художники к моему постановке вопроса про демонов отнеслись очень демонически серьезно и сказали, что самые-самые демоны это технологии будущего. И, в общем, такой у них не очень позитивный прогноз про то, что же будет в будущем. Так, здесь несколько проектов. Я, художник, художников, художники меня простят, я не могу прям каждый проект очень подробно описать. Это Елена Никаноли, это на самом деле вот визуально так документация, может быть, не сразу вас захватывает, но это удивительный проект. Здесь нейросеть была обучена, называется проект Deus Ex Machina, нейросеть была обучена всем сакральным текстом. Сакральный текст, например, Библии, Корана, суфийские тексты, буддийские, Тора, всё вместе. Нейросеть воспроизвела свой собственный сакральный текст, но что важно, здесь художница выступает в роли немного хакера, то есть незапароленные камеры в интернете, незапароленные камеры, в них она вторгается через интернет, и нейросеть в этих камерах через спикеры, через микрофоны рассказывает новый текст сакральный. Здесь были удивительные разные истории, например, мы вторглись, кстати, это не запрещено, это незаконно, но это не запрещено. это незапароленные камеры, вы понимаете, то есть те люди, которые поставили камеру безопасности, но не поставили на нее никакой пароль, или у них пароль админ, или 123. Таких камер очень много оказалось, и не только в России, в том числе и в Латинской Америке, там три региона, она три языка, у нее была вот эта нейросеть, это была Восточная Европа, Россия, СНГ и Латинская Америка. Но в России удивительная была одна ситуация, могу вас немножко посмешить, мы случайно попали в аудиторию ОБЖ, там преподаватель вел занятия, и мы как раз в это время монтировали работу, и Лена говорит, смотрите, куда мы попали, там сидит преподаватель и так спокойно говорит, вы знаете, не обращайте внимания, что-то говорит, это какая-то радиорелигиозная передача, видимо, вторглась, но мы продолжаем, продолжаем, не отвлекайтесь, такая действительно смешная ситуация, а в основном, куда мы попадали, разные паркинги, заправки, маленькие ларьки, то есть это все какие-то общественные, личные пространство художницы не попадало. Еще один проект, очень важный для нас, для лаборатории проект, для меня, собственно, как для куратора, потому что был полностью создан вместе с художником, учеными, нами, всеми вместе. Кстати, здесь тоже часть работы, вот, например, это тоже было частично нами продюсировано, лабораторией, специально для нас сделана вот эта работа, кибермама, ну, часть, да, работ. Вот, масштабный проект Томаса Фуэрштайна, австрийского художника, вот, кстати, довольно он, довольно он очень подходит Петербургу, поэтому мне очень хочется успеть про него рассказать, я надеюсь, что вы еще не очень устали, у нас времени немного, но нас же не будут туда просить срочно уйти, ну, хорошо. Этот проект называется «Чай для Кириллова». Ну, Федор Михайлович Достоевский, роман Бесы, инженер Кириллов. Кириллов, ну, вы уж точно знаете, да, все помните, наверное, про него, но он не главный герой романа, но для Достоевского очень важный и для нашего австрийского художника, который приехал специально создавать произведения в России вместе с российскими учеными, этот герой стал для него ключевой. Вот так вот австрийц начитался Достоевского. Он сказал, что вот, собственно, инженер, который таким нетривиальным способом проверил, есть ли свобода воли или нет. Но я напомню на всякий случай, что инженер сказал, что если он может застрелиться, то, значит, свобода воли есть, если он может в этот момент лишить себя жизни, если он каким-то образом избежит, произойдет осечка или еще что-то, значит, вот нет у него такой свободы. Художник создает трехчастную инсталляцию «Чай для Кириллова». Первый — это прошлое. Вы видите такой автоматизированный, роботизированный стол, здесь чашка, в которой всегда чай, который булькает, и вот этот старинный стол, собственно, такая архаичная немножко инсталляция такого вида, сразу не кажется, что это технологическое искусство. Из нее исходят провода, пуповиной окутывают этот стол и переходят во второе пространство. В первом пространстве еще тоже очень важен вот этот двигатель Максвелла, первый двигатель, паровой двигатель, который здесь вращается уже не от какого-то пара и не от каких-то других электрических принципов, а от интернет-активности. То есть художник говорит о том, что вот Кириллов перешел в некое другое состояние, когда застрелился, и он перешел уже в состояние некого такого приведения интернета, приведения сети. Когда мы с вами попадаем в эту комнату как зрители, мы видим все, что вокруг происходит, также отображается на этом старом экране телевизора. И видим кроме себя и всех, кто присутствует в этой комнате, также некое приведение, призрак Кириллова. Он открывает эти ящики, ну, собственно, сами действительно, они сами по себе выдвигаются, что-то происходит с чашкой. И самое главное, попадаем во вторую комнату. Вторая комната, художник ее называет настоящая. В этой комнате ну, вот полностью, да, такие абстрактные объекты, стены, пол, вибрирующие провода. Все это неожиданным образом оживает. Провода как черви по полу путают зрителей. Все это не просто так происходит. Там вот на другой стене есть экраны, которые мы получаем в режиме реального, на которых в режиме реального времени мы получаем информацию от лаборатории Касперского. Собственно, несколько вирусов, которые программисты вместе с художником выбрали. Именно на частоте и активности этих вирусов вибрируют все эти провода. То есть мы как бы с вами проникаем, окунаемся в подсознание сети. И третья комната, мы с вами посмотрим даже видео про эту комнату, это две старинные лампы. Вот внешне, не знаю, как они схватывают, они не схватывают, но это с точки зрения искусственного интеллекта самая продвинутая инсталляция на выставке. Это не просто лампы, которые разговаривают друг с другом, они разговаривают, двигаются, мы сейчас видим ролик с вами, они обсуждают новости, актуальные российские новости, они получают из интернета и обсуждают на языке Достоевского, на языке 19 века, то есть наши российские программисты, разработчики, глубинного обучения исследователей, они обучили нейросети не только вести осмысленный диалог, но и переводить в эту же секунду, то есть в режиме реального времени это все происходит, этот диалог на язык 19 века. Также робототехники, которые с нами работали, они вшили потребности в эти лампы. Вот там схемы сзади, конечно, ничего не видно, но в ролике, кстати, тоже кому будет интересно, вы можете посмотреть, о чем рассказывают ученые, что для них было интересно в этом проекте. Но потребности у ламп, у этих героев Борги большой, а уменьшенный от Сайберг Борги и Бес, ну, собственно, Беса Достоевского, так понравилось художнику. Вот здесь потребности в коммуникации, в любознательности, Curiosity, вот все, чтобы изучать. То есть лампы постоянно вертятся, смотрят, что вокруг. В отдыхе и в безопасности. Безопасность от кого? В данном случае безопасность от зрителя. Потому что слишком много зрителей, лампы ежатся и пытаются отъехать, спрятаться, гаснут, говорят, не подходи к нам. Что? Нет? Не ко мне вопрос. Вот так выглядит этот проект. Недавно его показывали в Бразилии и, собственно, на выставке Ars Electronica в сентябре тоже попросили это в основную экспозицию. Мы повезем. Здесь я вам хотела вкратце, ну, уже не буду подробным, прям совсем пробегусь по этим слайдам. Вам, наверное, уже нужно уйти. и, да, вот как мы делали этот проект. В 2016 году приехал художник, вот, собственно, сам художник в лаборатории, где мы его знакомили изо всех сил. Даже вот некоторые эксперименты, это эксперименты, у нас в Москве есть такой центр исследования свободы воли. надевали такие специальные датчики, видите, с такой вот волнами водили вокруг головы художника и непроизвольно поднимается рука. Это, не буду говорить, где лучше это такое делают, но это действительно исследование свободы воли. Ну, вот это Курчатовский институт, здесь тоже нейронные сети инвитро, то есть, да, это нейроны крыс разных смотрели, изучали, как они там выживают, живут. Ну, и, соответственно, вот здесь Михаил Бурцев показывает нейронные сети уже искусственные, да, дип-лёнинг. Дальше примерно как это происходит вот после всех таких внедренческих акций в лаборатории мы встречались у нас в офисе, в студии и такой брейнсторминг происходил, какие же демоны вот уже даже этот словарь использовали, что такое художника больше всего впечатлило, над чем он хочет работать. И, собственно, вот через месяц в 16-м году осенью мы начали этот проект, через месяц художник уже прислал нам полное описание проекта и весной прилетел на обсуждение. Вот, наверное, для всех вас известная, да, петербургская звезда, ученая Татьяна Владимировна Черниговская тоже она, наш центр очень часто консультирует по всем нейролингвистическим вопросам, тоже была у нас и помогала осмыслить идеи художника. Философов тоже приглашали социологов. И это тоже такая стадия всегда у нас происходит, потому что если мы производим большой проект с нуля, это говорит о том, что ну, как бы очень много времени мы на него будем тратить, в том числе искать ресурсы на технологическое воплощение. И для меня, как для куратора, который будет дальше эту платформу поддерживать, очень важно понять, что этот проект не только в сфере современного искусства интересен, но также и нашими учеными поддерживается как некий важный такой эксперимент. Дальше мы переходим обычно к стадии уже такого обсуждения продакшена, технологической реализации, как это будет происходить, какие вот это вот один из первых эскизов Борги и Бес. Ну да, и восемнадцатый год, март, тоже видите, какой большой скачок во времени, но, к сожалению, это на самом деле два года реализовывался проект, не только потому, что так нужно было, ну, потому что в частности и финансирование, да, и какие-то планы художника, выставки, немножко это все отодвигалось, поэтому во времени удалялось, но в том числе, если вам интересно, могу рассказать еще одну деталь, ученые, которые сначала восприняли это все очень, вот как Миша Бурцев, да, и там робототехники восприняли с энтузиазмом, сказали, что, конечно же, мы срочно обучим эти нейросети, робототехники, сказали, да вообще там написать программу и сделать это движение с помощью актуаторов для ваших ламп, там пару раз плюнуть, вообще ничего сложного, на самом деле оказалось все очень сложно, и сложнее всего оказалось объединить разных участников, ну, как бы художника, который живет в данном случае в другом городе, в другом стране, разные лаборатории, которые не хотели синхронизироваться, и здесь я вот предприняла такую попытку срочно все исправить и всех объединить, мы сделали конференцию, которая прошла в Британке, школа, британская высшая школа дизайна и искусства, британкой все называют, длинное название даже никогда не произносила, здесь мы сделали такую междисциплинарную масштабную конференцию демона в машине, предвосхищая искусственный интеллект, и здесь же вместе с британкой мы договорились, что мы сделаем тестовый показ этой инсталляции, так как инсталляция все никак не хотела нормально работать, мы договорились, что делаем тестовый показ, и я сказала, что художник, ученый, извините, мы зовем журналистов, уж что-то вы должны нам показать, если вы до сих пор не можете ничего нам показать, то выставку никак не могу я вас в МОМу запустить с неготовыми вещами. На самом деле это правда было очень сложно, потому что нейросети обучали, а движения не было. Движение было, оно совсем не синхронизировалось. В общем, казалось бы, простые вещи. Вот старинные лампы. Ну что делать? Сделали симпозиум, сделали тестовый показ, все заработало. Начали, какая-то новая энергия запустилась, и проект в итоге вот такие, знаете, чем это интересно таким продвинутым кураторам современного искусства, где мы показывали эту выставку на этих выставках вот, в Бразилии на выставке «Кибернетическое сознание» была показана эта работа, оттуда эта фотография. Там куратор говорил, что когда он делал исследования подобных работ, произведений для своей выставки, ни одну работу он не видел, где бы ну как бы вот робот разговаривал с роботом, и ему не нужен был бы человек, и он бы даже не хотел с ним общаться, и он, несмотря на то, что это так, в общем, довольно далеко и сложно было нам везти, все, тем не менее, куратор из Бразилии настоял, чтобы мы обязательно показали именно этот проект в Сан-Паулу, потому что, несмотря на его такую киберпанковость, многие спрашивают, почему он у вас такой вот киберпанк, провода торчат, лампы старые, художник, кстати, сам хотел, чтобы были самые старые лампы, которые видели как можно больше смертей, рождений, операций, чтобы все они в себя впитали и самыми такими страшными шепотом, голосами обсуждали, что же происходит в России сегодня, в разных странах. Кстати, на русском языке везде мы показываем, в Австрии тоже на русском языке, а рядом вот такая плазмочка, ну, Google Translate, к сожалению, он дает очень много смешных ошибок, но все об этом знают, посетители этой выставки в принципе понимают, что такое такой перевод и тоже с юмором к этому относятся. Могу вам маленький ролик и переходим к вопросам. Надеюсь, что я вас не утомила долгой лекцией. Это у нас в... Извините, что это на английском. Игорь Негода. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Собственно, двигаются лампы еще в зависимости от того, негативные или позитивные новости. Вот это вот как раз Михаил Бурцев, руководитель лаборатории нейросетей, а и Павлов рассказывает сейчас. Продолжение следует... И это вторая схема как раз продвижения. Вот здесь то, что я вам говорила, потребности в коммуникации, исследовании, отдыхе, как это происходит. Ну давайте быстро посмотрим эту схему. Продолжение следует... Продолжение следует... Голос как раз одного из... Ну да, если кому-то будет интересно посмотреть больше материалов про Борги и БЕС, да, и про эти проекты, есть это в нашей медиатеки, в наших каналах, на YouTube или на Vimeo. Спасибо вам огромное за внимание. Мне кажется, я бы вам еще хотела что-то рассказать, но мы ограничены во времени. Собственно, вот еще тоже одна из каких-то последних мыслей, на которых бы хотелось закончить сегодняшнюю лекцию до ваших вопросов. Я еще жду вопросов. Это как раз о том, ну как бы вот эту выставку, когда мы делали «Демоны в машинах». Помимо искусственного интеллекта, конечно же, мы рассуждали и думали с художниками о человеческом интеллекте, да, и что, собственно, вот современное искусство на контрасте с некоторым искусством, которое предлагают иногда художники автономным, да, от человека, когда уже искусство начинает рисовать робот или воспроизводить робот. Мне кажется, вот на этой грани тоже мы можем с вами понять, что же такое искусство на самом деле, да, когда мы пытаемся так смело экспериментировать с новыми жанрами. С новыми смыслами, с новыми языками. Спасибо вам большое, и я жду ваших вопросов. Микрофон, давай. Здравствуйте. Подскажите, может, я не очень поняла по поводу вот этих ламп. Там одна программа для них, двоих, или у каждой своя особенная программа? Ну, почему? Это нейросеть, она, ну, как бы одна. Нейросеть отвечает за то, чтобы, получив новость из интернета, да, любая новость, например, мы говорим, там, не знаю, команда «Зенит» победила команду, там, «Спартак». Так, ура, например, да, я не знаю. Вторая лампа, вместо того, чтобы что-то, я не знаю, заученное, да, то есть она реагирует. У неё есть определённые какие-то возможности реагировать на это, не запрограммированные. И отвечает, до какого-то времени обычно этот 10-20 реплик, у них есть осмысленный диалог. Дальше он уже совсем не осмысленный, и мы начинаем следующий диалог. Новая новость вбрасывается. Ну, просто помимо того, что они обсуждают новость, они её переводят на язык XIX века. То есть все произведения, которые написал Достоевский, в этой базе нейросеть её, вместо того, чтобы перевести на другой язык, на язык этого писателя, на язык его трудов переводится. Очень много, кстати, слов, которые мы не понимаем. И мы, кстати, одно время говорили этим программистам, мы говорим, вы что-то напортачили. Таких слов нет. И мы потом смотрели в словаре, это всё есть, эти слова, они существуют, просто в современном языке их нет. А вы спросите, а те слова, которых не было в XIX веке, это вы хотите спросить? Вот, эти слова, ну, действительно, там происходит небольшая чехарда тех слов, которых не было. Ну, они заменяются иногда, иногда они не заменяются. Здесь, на самом деле, нет такой какой-то безумной чёткости, всё-таки это такой эксперимент. Раз у меня не забрали микрофон. Не было идеи выпустить книгу с этими всеми диалогами? Вы знаете, нет, книгу с диалогами пока не думали, пока вот только каталог, над каталогом работаем в выставке. Ну, спасибо за идею. Такой новый Достоевский. Кстати, художник считает, что вообще Достоевский очень остро актуальный для XXI века писатель. И вообще все бесы, всё, что происходит, вот, это всё про сейчас. Вот так. Да, вот здесь был вопрос. Здесь. Здравствуйте, ещё раз. А поскажите, как вот, получается, это было озвучено? То есть, ну, не мог же человек все эти слова и словарь озвучить? Получается, что… Это тоже синтезированный голос, специально писался. То есть, выходит, что записывали согласные и согласные звуки и потом соотносились, да, между словами? Да, записывали более того, что мы пытались создать библиотеку шёпотом, потому что художник изначально, ну, как бы, его важной очень частью этой работы было, чтобы роботы шептались. Чтобы один шёптывал, и второй шёпотом отвечал. Ну, то есть, максимально человеческую характеристику он хотел. И никак у нас не получалось с этим шёпотом. В итоге вот мы создали свою библиотеку, такого вот голоса, максимально андрогинного. То есть, ни мужчина, ни женщина, вот такой вот, да, специальная библиотека. Но на самом деле мы не звуки писали, мы писали просто голос. И уже программа, нейросеть выбирала все звуки сама. То есть, это всё делается сейчас программой. Вот здесь во втором ряду молодой человек хочет спросить. А скажите насчёт того перформанса с синхронизацией работы головного мозга. Ведь могут появиться такие гаджеты специально для этого? Ну, гаджеты, в общем-то, и есть электроэнцефалографы. Они есть хоть сложные, хоть простые, которые можно купить. Я вот не видела, но мне говорили, что в каком-то переходе в Москве эти электроэнцефалографы продают. Не, именно контактировать с человеком. Ещё раз, можно ли… Например, в бизнесе такого нет. Я предлагаю вот как раз стартаперам сделать такое приложение, чтобы медитация, люди смотрят друг другу в глаза и что-то там на себя надевают, гальванический датчик, электроэнцефалограф, как-то это отслеживают. Нет, такого приложения нет. Можете срочно сделать. Мне кажется, вот я поэтому говорю, что мне кажется, иногда сайенс-арт может очень хорошо сотрудничать с бизнесом, потому что всё, что делают здесь художники с учёными, ну вот оно остаётся где-то в искусстве. Ну, может быть, гораздо более широкие аудитории могли бы этим воспользоваться. Даша, во-первых, большое спасибо за лекцию. У меня вопрос. А по какому принципу вы выбираете художников для ваших проектов? И почему именно вы работаете только с художниками? Привлекаете ли вы дизайнеров для своих проектов? Ну, из этих художников как выбираем? Ну, вот, например, для такого проекта, как я вот вам такой кейс подробный рассказала с Томасом Флэрштайном, это австрийский художник. Но здесь действительно очень много критериев у меня было к выбору художника. То есть мне было очень важно, начиная от того, какие произведения у него на выходе. То есть мне очень хотелось, чтобы это были не только цифровые работы, но мне очень хотелось, чтобы это были физические. Вот вы видели три комнаты, это одна инсталляция, и, собственно, все эти комнаты — это физические объекты. И у меня было такое желание, чтобы мы произвели… Но это в данном случае, это не всегда. Вот именно в этом случае, когда я изначально ставила цель работы с искусственным интеллектом, я очень боялась, что это все будет сразу в цифре. И мне хотелось выбрать художника, который как и скульптуры делает, инсталляции, и который уже в теме, безусловно. Флэрштайн работал с нейросетями еще в 90-х годах, когда это все не было актуально. Дальше для меня был очень важен критерий в данном случае, чтобы художник был легкий на подъем, и чтобы он в коммуникации был очень позитивный. Потому что вот такие проекты, совместные с учеными, очень много талантливых художников, которые замыкаются в себе и которые не общаются. Много таких. Например, «Куда бегут собаки», я считаю, гениальные художники из Екатеринбурга. Сколько раз я не пыталась их вывести на диалог с учеными, они приезжали в Москву, я их знакомила с уникальными людьми. Каждый раз они говорили, хорошо, Даша, спасибо за экскурсию, мы придумали проект, мы пошли. То есть их что-то вдохновило, и они ушли. Мне очень важно было как такому куратору, в некотором смысле, который такие платформы создает, чтобы была коммуникация, чтобы это было полезно и ученым. Потому что, собственно, я в некоторой степени еще связана с научным миром, с тем, чтобы какие-то у нас коммуникации с ними были. Важно, чтобы мы были для них хоть как-то интересны. Дизайнеры. Очень хороший вопрос. Мы сотрудничаем с дизайнерами. Просто у меня нет таких сейчас вот прям больших кейсов. Просто очень многие, на самом деле, мне кажется, сейчас жанры эти настолько взаимопроникают и сливаются. Не хочу называть имена, но очень много художников, которые, собственно, были дизайнерами. Сейчас они известные художники. В какой момент они стали художниками и дизайнеров. Поэтому, мне кажется, это, в общем, все-таки очень взаимопроникающие жанры. Другое дело, что прямо если они хотят говорить, что мы дизайнеры-дизайнеры, мы делаем что? Пользу, получается? То есть более прагматичные продукты? Или это неважно? То есть для меня вот эта дискуссия, отличие дизайна от современного искусства? Ну, дизайн тоже как способ коммуникации. То есть дизайнеры, они обладают компетенциями выстраивать коммуникации, связи. Дальше все зависит от задачи, наверное. То есть если задача провести исследование с учеными, то, так сказать, а не вывести некий продукт на рынок, то, наверное, дизайнеры, они обладают тем способом мышления, коммуникационным, о чем вы говорили, важным, которые тоже могут эффективно взаимодействовать. Ну, я думаю, нужно больше в этой области работать. Просто изначально мы работаем с музеями, с выставками современного искусства, и как бы вот эта специализация накладывает на меня некоторые, наверное, ограничения. Хотя, в принципе, я считаю, что этих ограничений не должно быть. И вот как-то в будущем я считаю, что чем более разные участники, тем более обогащенный результат должен быть. Там архитекторы, музыканты, танцоры, перформансисты. Мы работали очень удачно, у нас был опыт. Просто я все не могла вам показать. Еще, да, есть вопросы. Может быть, детей надо выращивать с детства, вот эти творческие коллективы, да, междисциплинары? Ну, вы знаете, мне кажется, мы к этому уже идем. На самом деле мы к этому идем, и это говорит о том, что вообще сейчас невероятная мода, да, на всякие вот коллабы, да, то есть сотрудничество разных, я не знаю, компаний, брендов, разных специалистов, да. То есть, на самом деле, вот когда мы начинали, там, 11 лет, 12 лет назад, на Science Art, как бы это вообще настолько было что-то новое, и как-то на это так косились немножко. Сейчас это везде востребовано, уйма выставок не только в таких высоколобых музеях, но и разные такие довольно популярные, даже, я бы сказала, немного околокоммерческие выставки происходят, вот, технологического искусства. Мне кажется, эти все взаимодействия, они становятся очень популярны. А про то, что вот вы говорите, детей, мне кажется, это вообще способность слышать, да, способность сотрудничать, это, а здесь Science Art, это как очень такой, ну, концентрированный пример, да, то есть специалисты совершенно разных вроде бы областей, разные методы, да, у них разные, даже, я не знаю, что, все кажется разным. А вот моя задача и моих коллег в том, чтобы это разное, наоборот, увидеть общим, для того, чтобы даже обладая совершенно разным языком, люди могли договориться, придумать новое вместе. И на самом деле, вот я сейчас преподаю в ЭТМО, открыли магистратуру в ЭТМО по Science Art, может быть, кто-то из вас слышал, не слышали, поступайте скорее. Действительно очень, очень хорошее направление и программа. Такую же магистратуру, похоже, открыли во Владивостоке, в Томске. То есть если такие магистратуры, да, может быть, даже факультеты открываются, это говорит о том, что обществу это уже нужно, да, что это уже из какой-то маргинальной деятельности перерастает в общезначимую, понятную. И то, что вы говорите, детей обучать, мне кажется, вот дети, они как раз уже на порядок более обучены, как бы оспособлены к этому, чем мы. Еще есть вопросы? Или, если есть вопросы, мы можем... Да, вот здесь вопрос, я так боюсь, что он опять про Фуко. Может быть, хорошо. Смотрите, такой вопрос. А как вы считаете, вот сущности искусственного интеллекта должны творить для людей или для себя? Ну, или для себе подобных? Спасибо за вопрос. Но пока, конечно же, это мое мнение или мнение... Ваше, ваше, ваше. Мое мнение. Ну, конечно же, пока я вижу, что искусственный интеллект – это все-таки наш помощник, да. Я пока не вижу, что он сам для себя и прав ему выдать, пока я не собираюсь. Хотя, конечно же, в будущем понятно, что когда произойдет точка определенного технологического прогресса, те же самые роботы будут говорить о правах своих, о том, чтобы то, что они производят, было, как вы говорите, для них, чтобы им выплачивали какое-то пособие, когда они уже отработали свое, да, или что-то с ними делали. Ну, почему? Искусственный интеллект. Не об этом немножко. Мы уже лет как 10, да, строим алгоритмы, ну, так называемые соревновательные. Есть еще такое понятие мультиагентных систем, где мы работаем с точки зрения удовлетворенности, ну, получения удовольствия агентов внутри, скажем так, вот этой мультиагентной системы. Это технические системы, в которых уже давно оперируют люди понятиями получения удовлетворения, ну, в различных там терминах и так далее. Потому что, в принципе, ну, вот это уже оттуда, да. Мы сейчас пытаемся, ну, как бы заставить вот эти вот сущности искусственного интеллекта творить под человека. Но направление, когда, скажем так, искусственный интеллект творит для самого себя и для таких же, как он, и его оценивают такие же, как они, ну, это технически, это уже давно реализуемо. То есть это более интересное направление. То есть это, ну, вот, скажем, такая смычка, когда искусственный интеллект и человечество могут понять друг друга. Ну, смотрите, еще, за времен, кто занимается программированием, наверное, понимают, что такое красота алгоритма, то есть красота программы. То есть программист, когда программирует, он создает программы, и если она у него получается, она получается красивой, и это могут оценить другие программисты. Ну, также в математике, в физике красивое решение или красивая формула уже является, в общем, результатом. И это и есть тот мостик между человечеством и искусственным интеллектом. Красота, которая понятна не только людям, то есть мы, а и тем же искусственному интеллекту. А то мы его заставляем писать картины, продаем на Сотби. Да, то есть, ну, как это, семейство, как оно называлось, это... Ну, это немножко другие как раз. Видите, я на лекции вам не показывала такие результаты, да, где искусственный интеллект пишет картины, его потом продают, их потом продают. Это немножко как раз вообще другая, как сказать, совершенно другая история, да, где всё-таки я считаю, что произведением искусства, я так немножко сегодня вскользь сказала, да, что являются не эти картины, которые рисует там робот, да, а, собственно, произведением искусства является сам робот, которого художник запрограммировал. Вот он является произведением искусства, а то, что это на Сотбис где-то продаётся, это тоже как перформанс, да, то есть продажа произведения, нарисованного роботом, вот это искусство, но, простите, ну, вот, в общем, какая-то, да, там, абстракция или даже очень красивая реалистическая, там, копия какого-то, да, не знаю, что, это не в моих, в моём понимании, в моей оценке это пока не является искусством, вот. И искусственный интеллект пока он всё-таки слабый, пока, вы хотите сказать, что он уже сам себя программирует и сам отдельно от нас живёт? Мне очень интересно, давайте мы с вами обменяемся контактами, и мы к вам придём с художниками и проверим, что у вас искусственный интеллект делает. Я думаю, что мы на сегодня уже довольно устали, да, и у всех есть дальше планы. Если есть у вас какие-то вопросы, давайте их уже в личном разговоре со мной продолжим. Спасибо вам большое и прекрасного вечера. В Denise Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует...